История удивительного спасения в Приморском крае. В небольшом посёлке на детей напал медведь. Взрослых рядом не оказалось. Один из мальчишек бросился на хищника, чтобы защитить своего друга. Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы не крохотная дворняга. Репортаж Макара Руденчика. Ему больно, но Никита, как положено, мужчине терпит. Рваная рана руки и искусанные ноги. Это последствия встречи с медведем. Всё случилось здесь, в центре посёлка Амгу. Двое школьников возвращались из магазина, и когда они проходили мимо этого двора, на них из калитки выскочил медведь. Зверь выломал металлический лист и сразу же набросился на одного из мальчиков. Стаса первого догнала. Он его сначала уронил на землю, по нему начал топтаться, кусать его. За голову схватил, потом за плечо и за спину кусал. Я увидел это, на медведя побежал. Сам погибая, товарища вручай. Никита со слезами на глазах вспоминает, как сильно испугался за восьмилетнего друга. И совсем забыл о собственной безопасности. Я вообще не думал об этом, как будет. Главное спасти его. Он побежал на медведя и спас меня. Ему бабушке камнем дал. Стасу повезло. У него только царапины и ушибленные раны. Когда Никита отбивался от хищника, на улице взрослых не было. Ребёнок мог погибнуть, если бы не эта маленькая собачка. Совсем не охотничьей породы. Пёс с забавной кличкой Мочалка кинулся на медведя и тем самым отвлёк его от детей. Косолапый погнался за ним и скрылся в лесу. Вот после того, что произошло, не знаю, может быть, хотя бы кусочек колбаски дали парню? Да, он тарта уже целый кусочек умял. Выручила. Молодец. Уже после нападения на детей выяснилось, что гималайский медведь пришёл в деревню в дневное время и сначала хозяйничал во дворе Анатолия Ардашова. Он с женой успел спрятаться в доме. Зверя даже сфотографировали. Ардашовы первые оказали помощь раненым детям и подняли тревогу. Охотникам пришлось застрелить незваного гостя. Местные жители говорят, что в Таёжном Амгу это первый случай выхода медведя к людям. Конечно, был шок. Я не могла поверить, что у нас среди деревни могут медведи покусать детей. Страшно, конечно, жутко было смотреть на все тирваны, разодранные одежды. Всё в крови. Здоровью мальчиков сейчас ничто не угрожает. Они окружены заботой мам и врачей. Лежать в больнице недолго, да и скучать ребятам не приходится. Проведать их приходят каждый день и даже совсем незнакомые люди. Здесь наши герои. Здравствуйте, мальчики. К вам пришёл третий класс Б. Лостонская школа. Дети принесли сладкие подарки и некоторые захотели подружиться с маленькими героями. Ребята обменялись номерами телефонов. Поступок Никиты вызывает восхищение и у взрослых. Вот так вот взять и, как говорится, глаза в глаза, смотря на хищника, бросить в него камень, попытаться отбить друга. Это мужской поступок. Не все встречи с медведями заканчиваются так удачно. В этом году в Приморье один человек погиб и восемь серьёзно пострадали. Всего зафиксировано более 20 опасных ситуаций, когда звери заходили в населённые пункты. Причиной тому неурожай кедрового ореха и недостаток других кормов в тайге. И этой зимой, по мнению экологов, проблема может усугубиться. Из-за голода не все медведи впадут в спячку. Макар Руденчик и Сергей Торопов. Первый канал. Приморский край.